После инцидента в районе Керченского пролива и нападения российских кораблей на украинские катера и баржу и их последующий захват было проведено заседание СНБО. Президент страны ввел в действие решение СНБО, а Верховная Рада проголосовала 276 депутатов за введение военного положения в 10 областях Украины, граничащих территориально с Россией. Подробнее на карте. Как только российский солдат перетне кордон, я не буду втрачать никакой секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли. А учитывая, что Славутич находится на территории Черниговской области, где введено военное положение, но в административном подчинении у Киевской области, где не введено военное положение, да к тому же всего в пару десятков километров от границы с Белоруссией, то возникают вопросы. Их мы и задали нашему меру во вторник сразу после окончания совещания с полицией и военкомом. Славутич не является субъектом Черниговской области, на который вводится военность, поэтому в нас его не будет. Славутич не будет. Мы не проведем те заходы, которые проведет Черниговская область. Что это означает для славутичан? Это означает, что вы абсолютно правы. Мы біля кордону, скорее всего, будет посилен режим перетинок кордону с Белоруссией, будет посилен режим патрулювания Черниговской области. Скорее всего, появляются блокпости на территории области по дороге от Славутича до Киева, как пример. Это нужно враховывать, но, естественно, ничего загрозного для Славутича в этом нет. В этом нет. Мы живем в стране, в стране, которая находится в стране гевридной войны. И это нужно понимать. Все очень непросто. Провокации, агрессия и все таки. Непросте решение вчера Верховная Рада принимала. Воно видозмянное от того, что было заявлено на Раде безопасности и обороны. Военный состояние введено на 30 декабря. Он введен лише на визначенной территории в 10 областях, которые имеют спильные кордоны с Российской Федерацией, або с Придмістровым, как республика, которая является под влиянием Российской Федерации. Славутича Киевская область, еще раз повторю. Мы не подпадаем под действие этого законного указа, но вместе с тем мы понимаем, что мы живем в стране, как украина. И мобилизационный режим будет стосоваться и Славутича в том числе. Сегодня никаких директов, что до этого не військово-комиссариат, не Министерство внутренних справ в нас полиция не отримали. Мы провели нараду с силовыми структурами города, ждем распоряжений, все в спокойном режиме, працюем. Зрозуміло, что на Чорнобильской АЕС также будут поселенные заходы безопасности. Это уже началось вчера. Вчера я отведу саму станцию. На Раді социальной, разом с директором, законночим обвязком директора Владимиром Александровичем, провели нараду. И уже распоряжение про подсилені засоби охорони Чорнобильской АЕС и Чорнобильской АЕС впровадживали с вчера дня. Тому спокойно, рухаемся, живемо. Предвиборчий процесс, я думаю, уже почули, он не будет изменений. Принаймні, на сьогоднішній день таких предпосилок не было. Тому чекаємо, як будуть події розгортатись далі. Сподіваюсь, що повноцінного военного стану в Україні не буде потреби вводити, обмежувати права людей. Про що вчера багато дискутували саме в Верховній Раді. Ми розуміємо, що під час військових дій можливі різні речі. Буде обмеження в Чернігівській області, яке найближче до нас, щодо масових заходів. Це треба враховувати. Буде обмеження щодо акції протесту і інших речей. І це теж нормально в такий час. Було б доречним, виїжджаючи за межі Славутича, а це Чернігівська область, яка є в стані воєнному, брати з собою документи, що посвідчує особу. Краще, щоб це був паспорт. Такі рекомендації мешканцям Славутича я б точно дав. Можливі перевірки, і це нормально. Це нормально. Беремо з собою документи і сміливо їздимо до Чернігова, або їдемо до Києва через Чернігівську область, або в села і навіть до Білорусі. Кордони не закриваються. Ми не оголошуємо війну ніякому. Ми підсилюємо режим оборонно-безпеки держави. Ось і все. І так фактически в Славутиче не вводиться в воєнне положення. Точка.